добрый день дорогие друзья давайте вместе с вами рассмотрим работу с такой безнадежной батареи это батарея корейского производителя рокет или роскет или рокет или рокет или рэкет ну короче вот такая батарейка с плюмбом на борту почему безнадежная и почему я решил записать этот ролик именно с этой батареи но судя по дате год выпуска 2005 год батареи на мой взгляд одни из самых худших из корейских рокеты батарея по всей видимости гибридная по крайней мере с такими датами батарейки были гибридные еще так давайте посмотрим параметры параметры я уже записал при клиенте ну давайте вместе с мы с вами с маме с вами замерим конец рабочего дня и как обычный язык уже мне практически не принадлежит так 440 по иену можно по цц а посае облить перемахнул давайте по иену по иену нам более привычнее ну те же самые параметры что здесь что здесь можете остановить видео и у небольшого различия там 7 ампер здесь 9 ампер пусковой ток с чего начинают работу вот с такими не обслуживаем мими батарейками в первую очередь в основной показатель это конечно же состояние плотности для того чтобы нам ее замерить батарейку придется сверлить очень много советунов что почему я сверлю именно здесь именно в этих местах нужно сверлить вот здесь где якобы крышки но блять где здесь крышки но и советуют и советуют ну что ж ты будешь с вами делать да есть батарейки под которыми есть под наклейками якобы места под крышки крышек там нет да я согласен там варты хуярты там сверлить можно но здесь нужно сверлить именно на этих на батарейках такого типа корейские китайские и монгольские именно в таких корпусах сверлить нужно со стороны полюсных выводов дело в том что здесь у нас сепаратная крышка и чтобы не повредить вернее не навредить от воду и под воду этих водяных паров которые именно здесь собираются и возвращаются обратно батарею мы будем сверлить здесь здесь у нас сепаратной крышки нет поэтому сверлим здесь сверлим вот таким китайско-монгольско-русским сверлом на 8 и пробочки будем использовать очень много вопросов в каждом ролике что же я использую такое крутое вот читайте клипса обшивки багажника вас 2108 здесь папа и мама семья осталось еще пару ребятишек сюда засунуть и все будет нормально я беру на волгарисе беру по 17 тенге я брал за одну клипсу в магазинах я скупил последняя самая дешевая цена бывает по моему до этого брал по 30 тенге и последний я скупил за 40 и обнаружил такие клипсы на волгарисе так что есть и по 100 клипс в одном пакете есть по 10 по 50 по 30 можете заказать по 31 так ну что давайте я засверлюсь и затем продолжим нашу работу сверлиться будут для начала для начала плюсовая минусовая банк и уже по уровню в этих банках мы определимся стоит ли нам засверливаться в остальных банках потому что если здесь у нас будет уровень то сверлить в принципе возможно и не стоит если же уровня нет то будем сверлить во всех банках неизвестно как сколько эта батарея проработала почему я взял внешне выглядит батарейка презентабельно видно что батарея практически не работала и последние со слов владельца полтора года батарейка стояла стояла владелец хозяин разбора то есть у него на разборе из какой-то машины этой сняли и где-то там на складе не знаю может под складом она у него стояла все это время так полипропилен хорошо появится кстати вот эти батареечки корпуса вернее этих батареек неплохо запаиваться так ну что ж давайте засверлюсь и продолжим наш видео ролик так ну что произвел дырочки не стал показывать как я сверлю надеюсь это того уже вы можете сделать так у нас сверло на 8 трубочка у нас тоже на 8 но почему-то она не лизы в кринку не лизы так есть у меня еще такие вот всякие разные трубочки давайте попробуем вот это вот до упора принципе уровень уперось не понятно а вот уперось смотрим уровень уровень у нас в плюсовой баночки два с половиной сантиметрика так в минусовой баночке почти три сантиметрика так три сантиметрика вот по красную линию у нас от крышки до пластин получается так 3 сантиметра мы отмеряем и получается что у нас уровень ниже нормы поэтому будем сверлить полностью батарею нам нужно сделать сантиметра три с половиной четыре от поверхности пластин батарея разряжена и при заряде уровень у нас еще вырастет уровень поднимется так ну что ж опять ставлю на паузу и произвожу произвожу сверление блять язык как будто у пьяного заплетается нет ребята я не бухаю даже не надеетесь так давайте сделаем замер все во всех баночках здесь меньше здесь порядка трех сантиметров там принципе там тоже порядка трех сантиметров тоже порядка трех сантиметров так нам надо добить еще где-то примерно один сантиметр поэтому дольем дистиллированной водички по 20 миллилитров и потом перемерим так плотность у нас не получится замерить вот таким образом поэтому будем замерять чуть не расхерачил колбу от вот термометра так не достает носик вот использую такую стеклянную трубочку сейчас мы ее срастим с носиком ориометра и будем делать замер так вот так вот так вот так вот так вот так вот так это будет выглядеть набираем ах ты блять электролит и видим плотность 115 115 давайте я чтобы не удлинять ролик очень медленно набирается через эту тонкую стеклянную трубку я сделаю промер во всех банках и затем продолжим наше кино ну что друзья произвел замер плотности во всех банках и вот такая вот у нас коляска получается шестая баночка 1 15 5 120 17 21 19 и 1 17 разброс очень существенный это говорит о том что батарея эксплуатировалась неправильно вернее и обслуживалась неправильно имела частые разряды частые недозаряды и короче на нее просто положили болт забили болт эту батарею батарея никогда не обслуживалась до тем совету нам которые говорят чубля творишь у тебя же стружка летит прямо прямо внутрь редких батарей но неуважаемость советуны включите ним чуть-чуть логику и вспомните что корпус батареи состоит как раз из этой стружки целиком и полностью так доливаю по 20 миллилитров водички посмотрю на уровень и будем загонять куда-нибудь эту батарейку в какой-нибудь стоило начнем работу с ней кто не видел мои предыдущие ролики заливая воду вот таким шприцом этот шприц на 70 миллилитров набираем по 60 пользуюсь вот такой водой ойл райт двойная очистка это не реклама так и заливаю вот таким образом 20 миллилитров шлеп 20 миллилитров хуяк и 20 миллилитров пиздык все на месте так ну в принципе первоначальное обслуживание прошло успешно поэтому перебираемся к зарядному боксу так ну что батарейка заехала зарядный бокс предзаряд и основной заряд буду производить на нашем уважаемом китайцы вот я подкинул клеммы и здесь мы что видим да мы нихрена здесь не видим ручку упирая убирая влево до упора и подключаем наш зарядный зарядное устройство как видим сразу 14 8 вольт на ох ты гулять ко мне приехали люди а привет заходи а аккумулятор здесь ни при чем у тебя если ты завел и у тебя глохнет после этого ищи проблему в другом месте где-то плохой контакт замке зажигания еще где-то как только ты завел если он завелся у тебя скутер работает начинает работать от генератора значит где-то у тебя плохой контакт либо бензин не поступает либо ну аккумулятор если он крутит основная задача аккумулятора крутить батарея крутит все езжай к специалисту я этим делом не занимаюсь да нет причем здесь емкость аккумулятор и емкость у тебя если ты завел должна быть в баке не всего он завелся все работа начал работать потом заглох ищи проблему пока пробеседовал с ну как оказалось не клиентом просто со спрашивателем прошло не немного времени и видим что напряжение у нас упало начинает потихонечку снижаться и ток расти изумительное зарядное устройство здесь вот это соседская у нас работает тоже с абсолютного нуля как видим 0 поэтому ни одной плохой буквы сторону этого зарядного устройства я сказать не могу работает исправно работает хорошо так время у нас без 10 7 я еще как раб на галерах пора наверное дергать до дому это к слову о том что летом у аккумуляторщиков нет работы с наступлением тепла как видите работы достаточно ну что же бросаем покидаем нашу нашу наш рэкет до утра посмотрим что с ним натворить или начудит наш китайский друг и утром продолжим работу а сейчас одеваю полукеды и на полу газу на полу спущенных шпарю до дому ну домой пока еще не уровень клиенты не дают помереть со скуки и видим вот такие показатели на нашим китайском зарядном приборе давайте как мы раз 13 3 очень легко добежала давайте увеличим зарядный топ до 3 амперчиков для 3 до 3 амперчиков и до трех амперах помаши маме ручкой помашем ему ручкой и дернем с гаража что друзья совершенно неожиданно пролетели 16 или 17 часов нет наверно все таки 15 и наш представитель корейской неформальной преступной группировки rocket или рэкет принимает заряд поэтому мы продолжим с ним работать как видим 16 батарейка в себя принимает еще дождемся либо падения тока если ток у нас на протяжении там двух часов падать не будет значит основной заряд мы с этой батареей будем заканчивать это будет считаться у нас окончанием заряда батарейка древняя через два часа если никаких изменений будет сделаем замер тестером и для того чтобы сделать какие-то выводы по дальнейшей работе с этой батарейкой друзья вот так вот незаметно прошагала еще два часа в работе и ток у нас потихонечку сдувается сейчас уже 1 и 4 амперчика и потихонечку потихонечку то падает это говорит о том что наша батарейка берет в себя заряд абсорбация медленно но уверенно проходит происходит проползает пролетает залетает короче абсорбация идет полным ходом после последнего снижения потоку до 1 и 4 ампера уже прошло три часа и стрелка нашего спидометра застыла на 1 и 4 ампера поэтому заряд пока прекращаем абсорбацию видимо у батареи судя по всему она не греется видимо повышенное сопротивление и что-то с этой батареи не так давайте сделаем некорректный замер тестером и посмотрим что там у нас с параметрами с параметрами 440 ампер по иену ну параметры есть конечно но не очень даже очень не очень давайте попробуем сделать за замер нагрузочной . сейчас я подтащу подключаем и стреляем нагрузкой просадочка 964 970 9 и 6 грубо говоря мягко выражаясь батарейка то летом крутить будет двигатель до полторахи найти ту же проверяем тестером сейчас вот внимание нам нужно обратить внимание на показатель если показатели сейчас у нас вырастут по току и по суху это будет говорить о том что в батарее глубокая сурфотация и возможно вот это как раз тут случая когда придется делать ктц давайте глянем да как видим показатели улучшились после . поэтому сейчас мы будем батарейку разряжать это тот случай когда именно нужно применить ктц необходимо редкий случай в редких случаях я их я его применяю не направо и налево как это делают обычно многие наши за всегда то и роликов а именно вот в таком конкретном случае так подключаю у меня электронной нет нагрузки подключаем лампочки и высаживаем аккумулятор до 12 высаживать будут до 12 вольт будем так но подключил гирлянду и разрядный ток у нас 0 9 9 ампер 9 амперчиков так у нас 60 амперчиков так ну грубо говоря сколько там процентах почти 20 процентов дано где-то 15 процентов не пойдет 15 процентов и высаживать будем до 12 вольт до 12 вольт высаживаем потом даем батарейки часок отстояться и продолжим работу прошло два часа и проморгал немножко момент когда опустится до 12 вольт и как видим снижение произошло до 9 и 3 вольт так отключаем нашу лампочку немножко проебал я этот момент так чё у нас но все в порядке спасибо зарядки пошла пошло повышение напряжения 25 5 часов подождем полчаса подождем и продолжим работу с этой батарейки и так наш рэкетмен отстоялся час nrc поднялось до 12 6 давайте сделать замер что у нас поменялось после просадки батарейки 440 ампер по е.н. видим просадочку по суху nrc и по пусковому увеличивать сопротивление начинаем работу с самого начала будем так говорить не самого но середины чего подключаем зарядник и включаем в сеть так выставляем 3 ампера на этой позиции оставляем батарейку до утра рабочий день у меня подошел концу собираю манатки иду и додумаю сегодняшней ночью очень плохо спал возможно возраст дает о себе знать возможно просто всю ночь думал и мечтал о возрождении корейского рэкета как видим друзья после того как ночь вернее после того как наш китайский друг поработал с нашим корейским рэкетом видим по вот такие показатели прям аж душа начинает потихонечку петь вот так внутри где-то видим 06 вот видим 06 пытается перепрыгнуть на 05 ампер на 14 и 8 вольтах вчера этот показатель был если вы помните 16 амперчик и поэтому время у нас 10 минут 11 дадим парочку часов на то чтобы разрядный ток у нас разрядный пиздец утра начал заговариваться зарядный ток у нас устаканился вот видим что он пытается на 05 перепрыгнуть если будет снижение значит будем работать до полного снижения как только на какой-то на каком-то моменте мы приметили пресекли постоянство потоку даем пару часиков 2 можно 3 часа но не более и на этом моменте стадию этого за стадию заряда мы заканчиваем завершаем даем либо отстой либо без отстоя даем чаду ей второй стадии заряда то есть контролируемым перезарядом пытаемся вытащить плотность сейчас во время того как вы думаете обрабатываете все что я сказал я буду замерять плотность мне удобнее рефрактометром будет побыстрее и для того чтобы сделать какие-то выводы в принципе вот это показывал эту показуху я делать не буду и в первую очередь я это делаю друзья для себя еще раз говорю что я вам всего лишь навсего показываю не вам своих роликах я всего лишь навсего показываю свою работу это батарейка мне нужно и эта батарейка мне нужна для того чтобы клиент не принес законные честно заработаны но и деньги так ладненько что-то долго пизжу вот не совсем угромо прошли два с половиной часа после начала моего трудового рабочего дня и наш репетер просел до 0 5 амперчиков и теперь начал набирать ток начал расти но начал он расти я думаю что по следующему сценарию сделал я замер плотности как видим самая отстающая баночка это у нас первая плюсовая и в ней 1.22 в двух баночках 3 и в 6 у нас 1.22 6 и в трех баночках 1.25 в 1 так 4 до 4 баночки 1.245 так как у меня не у меня блять у этого рокета электролит строго по ватри линии если корректировать просто водой он будет выше этого ватри линии и электролит упрется в сепаратную крышку поэтому я сделал отбор в этих банках в которых по 1.26 отобрал по 20 миллилитров водички в тех в трех баночках отобрал по 10 миллилитров воды электролита и корректировал водичкой дабы слегка смягчить вот этот разброс который составляет у нас 4 точки 4 точки это уже крайний разброс при котором желательно батарею списывать наша задача эту батарею поставить на ноги поставить на ход чтобы хотя бы лето она отработал отработала интригу которую я создал в начале ролика я наверное этим я сделал хороший подарок хейтером тем кто все замечает все видит и пытается очень часто этим подъебнуть так в начале ролика я сказал что батарея 2005 года здесь явно видно что у нас то это цифренно-буквенное обозначение и батарейка у нас конечно же не 2005 года я бы если бы она была на самом деле 2005 года не стал тратить ни свое ни ваше время расшифровка здесь предельно простая это первая буква у нас название города в котором произведена эта батарейка название корейской поэтому я вряд ли выговорю вторая буква . это у нас номер линии завода на котором сделано первая цифра вернее третья цифра это год ну 22 год это явно быть не может потому что третья буква к его это сентябрь сентябрь скорее всего 12 года это по моим соображениям так и это пятый день сентября если я не прав друзья возможно ошибаюсь потому что обозначение у каждых производителей вот это вот это называется для меня это хуй вертень которую я практически особо не вдаюсь в эти дебри потому что каждый производитель хочет ради выпендрежи или ради не знаю чего ну единым стандартам пока еще в обозначениях никто не пришел мое мнение что эта батарея скорее всего она 12 года и посмотрим по результатам как я уже говорил рокеты мне не нравятся одни из самых таких проблем не проблемных капризных батарей как правило основная масса их идет гибридные более свеженькие уже кальциевые батарейки и эти гибриды со слабой обмазкой в основном электролит у всех черный буро-коричневый вот такого неприглядного цвета хотя батарейки бывали варианты что привозили шести и семилетний рокет который вполне докручивал там остатки летнего солнцестояния будем так говорить так ну чтож сейчас я промониторю еще с полчасика и как прыгнет на что на 0 7 как остановится на показатель 0 7 ампера работу с ней мы прекратим и продолжим дальше уже в другом в другом порядке и по другому немножко сценарию но об этом вы конечно же увидите в этом ролике зарядный ток практически устаканился на отметке 0 7 ампера теперь друзья давайте сделаем парочку не курятник замеров и уже исходя из них будем строить дальнейшую нашу стратегию по работе с этой батарейкой и так обычная корейский обычный корейский рэкет так ну в принципе 49 процентов на один процент тик у нас лучше до 380 308 ампетчиков так теперь давайте стрельнем нагрузочной вилочкой так просадочка до девяти с половиной вольт в предыдущий раз у нас было 9 и 2 вольта видим незначительное улучшение и сразу же делаем замер по тестер если у нас показатели будут выше чем до того как мы стрельнули нагрузочной вилочкой значит мы будем делать еще один разряд как видим показатели улучшились значит нам наш ктц принесет нам положительный результат поэтому цепляем опять нашу гирлянда чку и в этот раз постараемся не проебать 12 вольт высаживаем батарейку до 12 вольтиков это позволит нам выровнять потенциалы по баночкам разряжать будем 15 часовым разрядом или 15 процентами от емкости этой батареи и разряжать будем до 12 вольт как я уже говорил это грубо говоря резервная емкость аккумулятора что ж давайте я подключу нашу осветительную гирлянду и будем мониторить ситуацию по просадочке так зарядник отключаем примерно так выглядит ктц в моем исполнении пошла просадка мониторим напряжение напряжение что хочу сказать друзья ктц пользуюсь очень редко очень редко считаю статический заряд самым эффективным средством но иногда ктц в очень крайних случаях приносит неплохой результат опять же им нужно пользоваться очень осторожно потому как любая глубокая просадка может привести к выходу батареи из строя в нашем случае как я уже говорил батарея стоял со слов владельца со слов хозяина этой батарейки в районе где-то полутора лет показатели вы прекрасно видели сами если мы вытащим хотя бы 60 процентов от состояния состояния этой батареи по здоровью по суху и в районе 350 ампер это будет в принципе неплохим результатом для того чтобы эта батарея весна только начинается на носу май июнь июль август сентябрь и в конце октября если она догребет до конца октября ну это нормально человек за это время не знаю возьмет кредит блять убьет бабушку эту как ее которая блять проценщицу блять либо просто накопит будет откладывать в носок в чулок там в заначку деньги на новую на новую батарейку и батарейка еще принесет какую-то пользу при условии что ее они будут высаживать батарейка сама по себе изначально самая 440 ампер это не для наших условий эксплуатации но что есть то есть ролик снимаю чисто для того чтобы ну поделиться тем поделиться своей работой именно вот в таких конкретных случаях случаев очень много по каждой батарейке можно снимать отдельный ролик но выбор остановился именно на этой так что продолжаем смотреть наше увлекательное кино а ну 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 ну